Впереди президентские выборы, дальше парламентские, потом местные. За последние три года в Николаеве не реализовано, наверное, ни одного крупного масштабного проекта. Что вы можете сказать по этому поводу? Я хочу сказать, что действительно очень обидно по этому поводу, что если брать Николаев и вот взять какой вот, посмотреть за два с половиной года, за годы децентрализации, при том бюджете, который сегодня имеет наша громада, действительно не реализован ни один масштабный крупный проект. Я не беру какие-то внутридворовые проезды и частичное латание дыр в наших дорогах. К большому сожалению, сегодня это не наблюдается. И мне, как жителю города Николаева, очень обидно по этому поводу. Я считаю, что это следствие все-таки не консолидированной работы. Нет консолидации политических сил и в том числе нет понимания между мэром и депутатским корпусом. Почему? Ну это нужно спрашивать, наверное, у тех, у кого это не получается. А как объяснить Николаевцу рядовому, почему так происходит, чтобы он поверил? Вы знаете, а во что поверить? Я, например, не понимаю, когда не освоены деньги, которые есть в департаменте ЖКХ. Для меня это большая загадка. Но если плохой начальник департамента, значит нужно его через месяц увольнять и ставить профессионала. Я считаю, что это не профессионализм. И когда остаются деньги или они лежат на депозите и потом говорят, что мы с депозита заработали определенную сумму денег, на мой взгляд, это неправильная политика по одной простой причине, что мы с вами прекрасно знаем, что на следующий год на строительство уже какого-то любого объекта пойдет средств намного больше, и никакие проценты по депозитам это не возместят. Если бы вы были мэром города, на какие бы объекты вы обратили внимание в первую очередь? Вы знаете, у Николаевцев был шанс, я в свое время баллотировался. Кстати, я тогда был доволен, как доволен? Доволен бы был, если бы стал мэром. У меня был третий результат, и тем не менее для меня это была определенная победа на том этапе. Если бы я первый, как мэр, я два года назад уже инициировал, я считаю, что на мой взгляд это очень важный инфраструктурный проект для города Николаева, это восстановление улицы Потемкинской, и полностью, чтобы мы сделали бесшумный проезд рамваев, бесшумные рельсы, как это есть уже в других городах, и полностью возобновили движение по улице Потемкинской. Что бы это дало? Мы бы с вами не сталкивались с тем количеством маршруток и транспорта на проспекте Центральном. Все бы николаевцы спокойно обезжали и ездили по альтернативной улице, улице Потемкинской. Таким образом, мы существенно бы разгрузили центральную часть города. Это из такого, как один из примеров. Говоря о выборах, вы рассматриваете вариант того, что вы будете баллотироваться в мэра Николаева? Вы знаете, я сегодня народный депутат, и меня устраивает все то, что есть. И будет 20-й год, посмотрим, что будет в городе Николаеве. Вы знаете, меня все равно, да, вот исключаю, не исключаю. Я об этом даже не думал, потому что сегодня есть действующий мэр, и давайте будем стараться все-таки ему указывать и помогать, может, на те недоскатки, которые сегодня есть. Как вы на сегодняшний день оцениваете активность народных депутатов от Николаева? Насколько вы включены в городские процессы? Вы знаете, я не хочу оценивать кого-то, потому что это неблагодарное дело из народных депутатов. Я могу сказать о себе, что я стараюсь максимально привлечь дополнительные деньги в город Николаев. За прошлый год их было привлечено более 30 миллионов, и это, по моим данным, это самая большая сумма из наших народных депутатов, которые удалось привлечь как в город Николаев, так и в Николаевскую область. Если брать сейчас бюджетный процесс, то учтена сегодня пока, да, моя правка, будем ждать еще заседания повторного бюджетного комитета перед принятием уже основного документа, это бюджета на 2019 год. Это 50, просил 80, отдали 50 пока миллионов на восстановление орошедия в Николаевской области. Я считаю, что это очень важный проект, учитывая то, что если херсонцы уже два года получают эти деньги из государственного бюджета, считаю, что в областном бюджете денег на это нет, а без восстановления орошения, ну, у нас зона рискового земледелия, это то, что было разрушено в свое время, построено в советское время, потом разрушено уже в наши годы независимости, вы прекрасно знаете, как выкапывали эти трубы орошения, и сегодня при изменении наших погодных условий в сторону, как бы мы прекрасно видим, что каждый год все жарче и жарче, то без этого сельскому хозяйству, на которое сегодня тоже является одной из основой нашего экспорта, как Николаевской области, так и страны, ну, это будет очень проблематично. Поэтому нужно начинать, очень надеюсь, что при принятии бюджета моя правка будет учтена, и Николаевская область получит первые деньги на восстановление этого глобального проекта. Мой также была мной внесена правка по Варваровскому мосту. Ну, считаю, что какие бы ни были деньги, выделенные местному соуправлению после децентрализации, но, в частности, Варваровский наш мост, это тот объект, который все-таки требует финансирования также из государственного бюджета. Пока это не услышано. Я пытаюсь все-таки достучаться и еще надеюсь. Слушайте, ну, Варваровский мост является частью международной трассы, насколько я понимаю. А как Вы считаете, он должен быть в городской собственности или все-таки государственной? Я же и написал, как бы, мое предложение было, во-первых, выделить деньги, а второе мое предложение, это было все-таки передать его на баланс Министерства инфраструктуры. Мое было депутатское обращение как на премьер-министра, так и на министра инфраструктуры Амелиана, и ответ, как всегда, такой размывчатый, скажем так, да, и нет пока никакой конкретики, но, слава Богу, не сказали конкретно нет. Разговаривал неоднократно с Амелианом Владимиром, он меня поддерживает в этом вопросе. Но этого, к сожалению, мало. Сегодня же фактически стартовала президентская кампания, и по разным социсследованиям неплохие рейтинги имеют такие личности, да, публичные, как Владимир Зеленский, Корчук. Как Вы оцениваете то, что люди не из политики имеют такие рейтинги? Я думаю, что, как бы, Вадим Зеленский сегодня имеет, это тот рейтинг, который сегодня, да, вот он без партии. Я понимаю, что там партия зарегистрирована в «Слуга народа», но как только он заявит о своем участии в президентской кампании, я не знаю, судя, я смотрю, 95-й квартал, вы знаете, так это все, с одной стороны он говорит да, с другой нет, и понятия, думаю, что никто, не только я этого не понимает, конечного его ответа, то как только заявят, то сразу эти рейтинги упадут. И я думаю, что это все-таки, это мое субъективное мнение, это сегодня еще рейтинг поддерживается благодаря тому, что в бюллетне нет строки против всех, поэтому такой-то определенный протест, это мое субъективное мнение. Люди бы могут говорить, что против всех, но они сегодня говорят, вот мы за Зеленского, к альтернативе не хотят ни голосовать ни за кого, а вот за него типа ради, извините меня, как вроде, может ради прикола, может быть. Еще один вопрос, уже через год, наверное, будут парламентские выборы, обсуждается вопрос о том, что оставлять избирательные округи, или это будут списки, как вы считаете, должны быть округа или все-таки по списку? Я, как всегда, был мажоритарщиком, никогда не скрывал свои позиции, я все-таки считаю, что мажоритарные округа должны быть, и мы уже с вами проходили и в городском совете, и помню прекрасно, если брать на уровне города, то как в 2002 году у нас была чистая мажоритарка, и не было партийных списков, я считаю, что это был самый продуктивный городской совет, при том мизере бюджета мы все-таки решали в городе Николаеве очень много вопросов, и всегда находили компромисс. Также помню 2006 год, когда были только партийные списки, и я также был тогда депутатом городского совета, и на себе все это прочувствовал, что значит, когда у тебя нет округа, и когда ты вроде бы и решаешь вопросы, но ты оторван от людей. Поэтому мое мнение, что мажоритарка должна остаться, может быть, нужно усилить контроль, чтобы не было подкупа избирателей, и всего остального, и всех тех негативных факторов. Если будет чисто партийная система, вы знаете прекрасно, что мы, парламент, я имею в виду, можем войти в процесс голосования во втором чтении уже избирательного кодекса, в котором говорится, что чисто партийные списки. Если мы туда войдем, там уже до сегодняшнего, более трех тысяч поправок, то это займет, наверное, месяца полтора времени, да, я имею в виду, календарного, а парламентской, ну это, наверное, недели три пленарных, как минимум. Когда это начнется, я не могу сказать, это, наверное, нужно спрашивать у спикера Верховной Рады, но по моему мнению, что до Нового года вряд ли. Вы будете баллотироваться? Я пока не вижу причин, чтобы этого не делать. Я буду баллотироваться, народные депутаты, а там посмотрим, вот будете баллотироваться. Мы же сегодня не знаем еще, какая, я даже не знаю, вместе с вами, какая будет система. А если будут партийные списки, тогда для меня это будет большой вопрос, нужно ли мне это. Может быть, я решу, что как бы... Давайте дождемся все-таки голосования по закону. Будем понимать закон, потом отвечу на все вопросы касательно выборов. На сегодняшний день я... Будет мажоритарка? Однозначно да. Будут партийные списки? Больше нет, чем да.